ПХАГАВА ДГИТА Пред тем, как посыплются стрелы в окружье, О, Кришна, промолвил, вздымая оружье, Меж вражеских ратей, как раз посредине Мою задержи колесницу ты ныне, Чтоб воинов мог разглядеть я порядки, С которыми биться мне надобно схватки. Кого здесь собрал ради битвы неправой Тарядхи Тараштры, потомок лукавый. И Кришна, услышав от Арджуны слово, Меж войск, озиравших друг друга сурово, Огромную остановил колесницу Пред всеми, кто сталью одел поясницу, Пред Пхишмой и Дроной, и молвил, Кудрявый, теперь посмотри, Каковы кауравы. Предстали пред Арджуны Деды и внуки, Отцов и сынов Увидал сильно руки И братьев, и родичей, Близких по крови, Каленые стрелы у всех наготове. Враждой со товарищей прежних расстроен, Высокую жалость почувствовал воин, О, Кришна, сказал, Где закон человечий? При виде родных, Что сошлись ради сечи, Я чувствую, мышцы мои ослабели, Во рту пересохла, и дрожь в моем теле, Мутится мой разум, и кровь стынет в живых, И лук я удерживать больше не в силах, Зловещие знаменья вижу повсюду, Зачем убивать я стародичей буду? Мне царства, победы и счастья не надо, К чему мне, о пастырь, Тей жизни услада? Те, ради кого нам победа желанна, Пришли, как воители вражьего стана, Наставники, прадеды, деды и внуки, Отцы и сыны напрягли свои луки, Детья и племянники, дяди и братья, Но их не хочу, не могу убивать я. Пусть лучше я сам, Лягу мертвым на поле, За власть над мирами тремя, А тем более за благо земные, Ничтожную прибыль нести не хочу я сородичам гибель. В убийстве сынов Тхитараштры Какая нам радость! Мы грех совершим, убивая, Уже ли мы смерть принесем этим людям? Счастливыми близких убив мы не будем. Хотя кауравы полны вероломства, Не видят греха в истреблении потомства, Но митра, понявшие уже злодейства, Уже ли погубим родные семейства? С погибелью рода закон гибнет вместе, Где гибнет закон, там и рода бесчестье, Там жены развратны, где род обесчещен, А там и смешение каст из-за женщин, А там, где смешение каст из-за скверной мучения, Грешников будут безмерны, и род, И злодеи, что род погубили, И предки, о коих потомки забыли, Лишив прародителей жертвенной пищи, Все вместе окажутся в адском жилище. А касты смесятся, умрет все живое, Разрушатся все родовые устои, А люди, забыв родовые законы, Не зринутся в ад, вот закон непреклонный, Замыслили мы ради царства и власти родных уничтожить. О грех, о несчастье, О пусть без оружия, без всякой защиты, Я лягу потомками куру убитый. Так Арджуна молвил на битвенном поле, На дно колесницы паник полон боли, И лик закрывая слезами облитый, Он выронил стрелы и лук знаменитый. Познавший высокую боль состраданья от Кришны, Услышал он речь назиданья, Как можно пред битвою битвы страшиться? Сметенье твое недостойно ориется, Оно не дарует на поприще брани Небесного блага и славных деяний. Отвергни, о Арджуна, страх и бестилье, Восстань, чтоб врагов твои стрелы разили. Тот молвил, но как со стрелой оперенной Мне с пхишмой стражаться, С наставником дроной, Чем их убивать, столь великих деяньем, Не лучше ли в безвестности жить подаяньем? Убив наших близких, мы станем ли чище? О нет, мы вкусим окровавленной пищи, Еще мы не знаем, что лучше в страженье, Врагов победить или познать пораженье. Мы жизнью своей наслаждаться не сможем, Когда тхитараштры сынов уничтожим. Я твой ученик, ты учил меня долго, Но в суть не проник я законы и долго. Поэтому я вопрошаю, могучий, Ты должен мне ясно ответить, Что лучше мне счастья не даст, Ибо сломлен скорбями Над смертными власть или власть над богами, И вот почему я сражаться не стану, Сказал и замолк, В сердце чувствуя рану. А Кришна, с улыбкой загадочной глянув, Ответил тому, кто скорбел меж двух станов, Мудрец, исходя из законов всеобщих, Не должен жалеть ни живых, ни усопших. Мы были всегда, я и ты, И всем людям подобно Во веки впредь мы пребудем. Так в теле, что нам всей юдоли досталось, Сменяются детство, и зрелость, и старость, Сменяются наши тела, И смущенья не ведает мудрый в ином воплощении. Есть в чувствах телесных и радость, и горе, Есть холод и жар, Но пройдут они вскоре, Мгновенны они. О, не будь с ними связан, О, Арджуна, И обуздать их обязан. Лишь тот, ставший мудрым, Бессмертие достоин, Кто стоик в несчастье, Кто в счастье спокоен. Скажи, где начало, И где основание, Несуществование и существование? Лишь тот, кому правды открылась основа, Увидел границу того и другого. Где есть бесконечное, Нет прекращения, Не знает извечное, Уничтоженье, Пела приходящие, Мертва их отдельность, Лишь вечного духа, Жива беспредельность. Не плачь же о тех, Кто слезы недостоин, И если ты воин, Сражайся, как воин, Кто думает, Будто бы он есть убийца, И тот, кто в бою быть убитым боится, Равно неразумны, Равно не бывают, И тот, кто убил, И кого убивают. Для духа нет смерти, Как нет и рожденья, И нет сновиденья, И нет пробужденья, Из вечной к извечной Стремится он цели, Пусть тело мертво, Он живет в мертвом теле. Кто понял, Что дух вечно был, Вечно будет, Тот сам не убьет, И убить не принудит. Смотри, Обветшавшее вкладки мы сбросим, А после другое наденем и носим. Так дух, Обветшавшее тело отринув, В другом воплощается, Старое скину. В огне не горит, Он и в море не тонет, Не гибнет от стрел, И от боли не стонет. Он неопалимый И неуязвимый, И неувлажняемый, Неистушимый, Он все проникающий, Вездестущий, Недвижный, устойчивый, Вечно живущий. И если он есть, Ты незрим и неявлен, Зачем же страдаешь ты? Скорбью подавлен, Но если бы даже ты жил С убеждением, Что дух подлежит и смертям, И рожденьем, Тебе и тогда горевать не годится, Рожденный умрет, А мир свет возродится, И должен ли ты предаваться печали, И поняв, что неявлены твари Вначале становятся явленными Впередине, Неявленность вновь обретя При кончине. Кто духа не видел, Подумает чудо, А тот, кто увидел, Подумает чудо, А третий о нем С изумлением внимает, Но даже внимающий Не понимает. Всегда он бессмертен В любом воплощении, Так может ли смерть Принести огорчение? Исполни свой долг На зидание усвоя, Воитель рожден Ради правого боя. Воитель в сраженье Вступает, считая, Что это ворота Отверствие рая, А если от битвы Откажешься правой, Ты, грешный, Расстанешься с честью И славой. Ты будешь позором покрыт, А бесчестье Для воина горше, Чем гибель в безвестии. Отважные скажут, Он струсил в сраженье, Презренье придет И уйдет уваженье. Издевку и брань Ты услышишь к тому же От недругов злобных, Что может быть хуже? Убитый, Достигнешь небесного сада, Живой, На земле насладишься, Как надо. Поэтому, Арджуна, Встань И решенье прими, И вступи Многомощный в сраженье, Признав, что удача Подобна потере, Что горе и счастье Равны в полной мере, Признав, что победе Равно пораженье, Сраженье вступи, Чтоб не впасть В прегрешенье. Услышал ты доводов Разума много, Внемли же, Чему учит светлая йога, К законам ее Приобщиться готовый, Возмездия, Кармы, Разрушишь оковы. На этом пути Все усилия успешны, Утешны они, Потому что безгрешны, И смерть не страшна, Если даже досталась Тебе этой благости Самая малость. На этом пути Разум целен и прочен, У прочих безволен, Расплычат неточен. Начетчики, Веды, читая бесстрастно, Болтают цветисто, Лишь небо прекрасно, Исполните все предписания, Обряды, Достигните власти И райской отрады. Но разум, Что к власти Исполнен пристрастие, Не знает самадхи, Восторга и счастье. Относятся Веды К трем гуннам, К трем свойствам природы, Со всем ее бренным устройством. Отвергни три гуны, Стань вольным и цельным, Избавясь от двойственности, С беспредельным стольешься, И собственности не захочешь, Себя вечной сущности Предан упрочишь. Нам Веды нужны Лишь как воды колоться, Через их глубину Вечный дух познает. И так Не плодов ты желай, А деяния, А ради плодов Прекрати ты старания, К плодам не стремись, Не нужна их услада, Однако бездействовать Тоже не надо. Несчастье и счастье, Земные тревоги забудь, Пребывай в равновесии, В йоге, Пред йогой, Ничто все дела Ибо ложны, А люди, что жаждут удачи, Ничтожны. Грехи и заслуги Отвергнет разум, Кто к йоге пришел, Тот постиг Высший разум. Отвергнув плоды, Сбросив путы рождения, Достигнешь безстрастья И освобождения. Когда к заблуждениям Не будешь причастен, Ты станешь от них отрешенный, Бестрастен к тому, Что услышишь, К тому, что услышал, Из дебри ты шел, И к простору ты вышел, Как только твой разум Отвергнет писание, Ты к йоге придешь, Утвердя с озерцанье. Сын Кунти спросил, Есть ли признак, Примета у тех, Кто достиг созерцанья И света? Какие поступки, Слова и дороги У мудрого, Светлой, Достигшего йоги? Ответствовал Кришна, Мудрец богородный. Когда человек От желаний свободный Привержен лишь радости В нем заключенный, Тогда он святой От всего отрешенный, Кто в счастье спокоен И стоек в несчастье, Не ведает гнева И страха, И страсти, И не ненавидит, И не вожделеет Тот к йоге Всей сутью своей тяготей. И если, Как лапы своей черепаха, Вбирает он чувства свои, Чтоб от праха отвлечь их, От вкуса к бездушным предметам, Его ты узнаешь По этим приметам. Предметы уходят, Предел им назначен, Но вкус к ним Еще мудрецом не утрачен. Он вкус К наслажденьям в себе Уничтожит, Как только увидеть он Высшее может. Ведь даже идущий Путем наилучшим Порой подчиняется Чувствам кипучим, Но их обуздав, Он придет к высшей тели И станет свободным, Безвольной доселе. Где чувства господствуют, Там вожделенье, А где вожделенье, Там гнев, ослепленье, А где ослепленье, Ума угасанье, Где ум угасает, Там гибнет познанье, Где гибнет познанье, Доведает всякий, Там гибнет дитя Человечье во мрахе. А тот, Кто добился Над чувствами власти, Попрал отвращенье, Не знает пристрасти, Кто их навсегда Подчинил Своей воле, Достиг Просветления, Избавив от боли И сердце, С тех пор у него Беспорочно, И разум его Утверждается Прочно. Вне йоги К разумным себя Не причисли, Вне ясности Нет созидающей мысли, Вне творческой мысли Нет мира, Покоя, А где Вне покоя И счастье людское. То сердце, Что радостей Алчит и просит, У слабого духом Сознанье Уносит, Как ветер Стремительно И невозбранно Уносит корабль По волнам океана, Так знай же, Могучий На битинном поле, Там Разум и мудрость, Где чувства В неволе. Все то, Что для всех Сновиденье Есть бденье Того, Кто свое Пересилил Хотенье, А бденье Всего, Что познало, Рожденье Для истинно Мудрого Есть Сновиденье. Как воды Текут В океан Полноводный, Вот так Для желания Есть доступ Свободный В душе Мудреца. Он Пребудет В нирване, Но только Не тот, Кто Исполнен Желаний. Свободный От Самости, Верной Тропою Придет Он, Поправ Вожделенье К покою. Ты Высшего Духа Постиг Состояние, С ним Слитый Отвергнешь Дурное Деянье, Пусть Даже К нему Ты придешь При Кончине, Поймешь, Что В нирване Пребудешь От Ныне. Сын Кунти Сказал Если Мне В назиданье Превыше Деянье Ты Ставишь Познанье, Тогда Почему Разумением Бога Ты На страшное Дело Толкаешь Меня Ты? Сознанием Утишь Мне Двусмысленной Речью, Ответствую Мне Ясно, Где Благо Я Встречу? И Кришна Сказал Для Стремящихся К йоге Я Прежде Уже Указал Две Дороги Для Жаждущих Сущностью Вечной Слияния Есть Йога Познания И Йога Деянья Бездействие Мы Не Облящим Блаженство Кто Дело Не Начал Тот Чушь Совершенство Однако Бездействие Никто Не Пребудет Ты Хочешь Того Или Не Хочешь Принудит Природа Тебя Нет Иного Удела И Ей Повинуясь Ты Делаешь Дело Кто Чувства Поправ Все же Помнит В печали Предметы Что Чувства Его Услаждали Тот Связанный Следует Ложной Дорогой А Тот О Сым Кунти Кто Волею Строгой Все Чувства Поправ Йогу Действия Начал На Правой Дороге Себя Обозначил Поэтому Действуй Бездействию Дело Всегда Предпочти Отправление Тела Безус Жертвы Создав Размножайтесь И Жертвуя Жертвой Своей Насыщайтесь Тебя Ублажайте Богов Ублажая И будет От жертвы Вам Польза Большая Приняв Эти Жертвы В небесном Чертоги Грехом В жертвы Ею доли Не видит Он Цели В Незделанном Деле В Сделанном Деле Он Самопознание Выбрал Дороги В ничьей На земле Не нуждаясь Подмоги Итак Делай То Что Ты Делать Обязан Блажен Кто Творя Ни к чему Не привязан Тем Джанак Ославен И люди Другие Что Мудро Дела Свершали Благие И Ты Целокупности Мирова Имя Трудис Делай Благо Трудами Своими Кто Лучше Других Тот Учитель По Праву Он Всех Своему Подчиняет Уставу Постиг Я Три Мира Свершил Все Свершения Но Действия Не прекращаю Движения А если Б не Действовал Я То В безделье Все Люди Бы Жить Как И Я Захотели И Исчезли Б Миры Если Б Дел Я Не Множил Все Касты Смешав Я Б Людей Уничтожил Как Действует В путах Деяния Невежды Пусть Так же И Мудры Исполнен Надежды К делам Не Привязан С душой Вдохновенной Деяния Свершает Для Блага Вселенной Кто Черпает Мудрость По Знанье Высоком Не Знающих Пусть Не Смутит Ненароком Они Оставаясь В своем Заблуждении В деяниях Пускай Обретут Наслажденье Природы Проматери Вечная Сила Все Делают Гуны Кого Ж Ослепила Гордыня Решают Мы Сделаем Сами Но Тот Кто Взирает Познанье Глазами Поймет Что Единая Сущность Основа И Чувств И Предметов Что Снова И Снова Три Гуны Вращаются В Гунах Природы И К ним Не Привязан Достигнет Свободы Но Кто Совершенным Познанием Владеет Познавшего Несовершенно Не Смеет Мущать Ибо Что Разумеет Незрячий А Ты О Воюющий Действуй Иначе От Самости От Вожделенья Избавлен Ты Каждым Поступкам Ко Мне Будь Направлен Будь Высшему Атману Предан Глубоко Сражайся И Ты Не Услышишь Упрека Разумный Ученье Мое Постигая И Веря Что Эта Стезя Есть Благая Без Ропота Действуя Долгие Годы Одним Лишь Деянием Достигнет Свободы А Тот Кто Мое Отвергает Ученье Кто Ропщет К Предметам Питая Влеченье Погибнет Безумный Познание Лишенный Ты Понял Ли Арджуна Эти Законы Природе Вовек Все Живое Подвластно И Даже Мудрец Поступает Согласно Природе Своей Так К Чему Противление И Чувств Отвращения И Чувств Вожделения В предметах Телесных И То И Другое Враги Отврати Их Владычество Злое Исполнить Пусть Плохо Свой Долг Самолично Важнее Чем Исполнить Чужой Верх Отлично Погиб Погибнуть Свой Долг Исполняя Прекрасно А Долгу Чужому Служение Опасно Просил Его Арджуна Кто Ж Отвека Скажи Побуждает На грех Человека К тому же Силком Вопреки Его Воле И Кришна Причастный Божественной Доле Ответил То Страсть Что Возникла Из Скверны То Гнев Пожирающий Неимоверный Как Зеркало Мутью Огонь Темным Дымом Как Пленкой Зародыш Так Ненасытимым Желанием Все Мироздание Одето Желание Не Друг Познание Света Враг Мудрости Мудрость Ввергает В пыланье То Алчное Пламя В обличье Желания В рассудке И в чувствах Оно Пребывает Людей Ненасытное С толку Сбивает А ты Обуздав Свои Чувства Сначала Врага Порази Чья Утроба Взалкала Прозренье И знанье Пожрать Захотела Считают Что Чувство Важнее Чем Тело Познание Важнее Всех Чувств Но Сознание Превыше Познания В моем Понимании А Выше Сознание Он Безграничный Тебя Утверди В его Сути Сверх Личный Врага Уничтожь Да Обрящет Кончину Противник Надевший Желание Личину Сын Кунти Спросил Что Же Выше Ты Ставишь Смотри От Решения От Действий Ты Славишь Но Хвалишь О Мудвый И Действия Йогу Что Лучше Развей Мою Кришна Тревогу Ответствовала Ларджу Неправедник Строгий К Высокому Благу Ведут Обе Йоги Но Йоги Деяние Важнее Значенье Она Превосходит Отдел Отреченье Тот Стал Отрешенным Кто Благоделая Дело И Зло Обуздал И Желание Тело Две Йоги Различны Глупец Получает Но Знай Что Достигший Одной Получает Обеих Плоды Ибо Слитый Даянья И Йоги Познания И Йоги Деяньи Без Йоги Достичь Отрешения Труднее И Праведник Преданной Йоги Скорее С великим И сущим Достигнет Слияния Тебя Победив И Отринув Желание Сольется Он С духом Существ С Вечным Светом И Действуя Не Загрязнится При этом Кто Истину Зная Добро Он осаждает Не Делаю Я Ничего Рассуждает Касая Вкушая Внимая Взирая Дыша Говоря Выделяя Вбирая Тает Ли С восходом Косну Ли Отходит Он Праведный Ведает Что Происходит То Чувств И Предмет И Телесных Общенья А я Не Участвую В этом Вращении Кто Действуя С духом Всесущим Сольется Того Вековечное Зло Не Коснет Не Так Ли Скатившись От пыли Очистив Вода Не Касается Лотос Ли Свободный С предметами Чуждое Общение Во имя Благого Само Очищения Лишь Разумом Чувствами Сердцем И Телом Пусть Действует Дело Избравший Уделом Отвергший Плоды Обретает Отраду Кто Жаждет Плодов Попадает В засаду Счастливец В покое Живет Благодатным Не Действуя В городе Девятивратном Не Делает Бог Властелин Совершенный Не Делатели Не Деяния Вселенной Дела Их С плодами Твец Не Связует Природа Сама По себе Существует Ни Зло Ни Добро Ни Приемлет Всевластный Окутала Мудрость Как Мглою Ненастный Неведенье Распространив Ослепление Но Те Кому Бог Даровал Просветление Разрушили Знанием Это Незнание И Высший Как Солнце Явил Им Сияние Постигнув Его И себя В нем Высоком Ушли Они Выиграв Битву С Пороком Словнее И В Корове В Лице И В Собаке И В Том Кто Собак Поедает Во мраке И В Том Что Дряхлеет И Что Созревает Единую Сущность Мудрец Прозревает Чей разум Всегда В равновесии В покое Сей мир Победил Победил Все земное И не умирая И не возрождаясь Пребудет Он В духе Святом Утверждаясь Не станет Достигнув Покоя Бестрастья От счастья Смеяться Страдать От несчастья Он Высшего Духа Постигнет Главенство И Преданный Духу Вкусит Он Блаженство Затем Что Предметов Телесных Касанье Не даст Наслажденья А только Терзанье А не Приходящий В них Бедствие Лона Безгрешный Отверг Из душой Просветленный Лишь тот Кто еще Не дождавшись Кончины Равно И от рады Призрел И кручины Свой Гнев Пересилил И чувств Домовласти Обрел Настоящее Прочное Счастье Кто Светится Внутренним Счастьем Не Внешним Тот С высшим И в мире Сливает Извешен Подвижник Живя ради Бага людского Избавис От двойственности И сурово Свой гнев Обуздав Уничтожив Обманы Грести Заблуждения Достигнет Нирваны Мудрет От земных Отрешенных Желаний И С атманом Слитый Приходит К нирване Отринув Предметы Презревшие Словье Направив Свой взор Напряженный В межбровье В ноздрях Уравняв С выдыханием Дыханье В стремлении Чувств Погасив Полыханье Избавис От страха Мудрет Безупречный Приходит К свободе И высший И вечник Познавший Меня Всех Миров Господина Того Кто есть Подвига Первопричина Кто Жертвы Вкушает Любя Все Живое Мне Предан Подвижник Пребудет В покое И Арджуна Молвил Светла Твоя Нивы Исчезла Незрячесть Душа Озарила Я Стоек Не знаю Сомненья Былого Твое О наставник Исполню Я Слово Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok